Всем панкейк, дорогие друзья! Наверняка вы знаете, что Китай – одна из самых быстро развивающихся стран в мире. Она тягается с таким могучим конкурентом, как США, и в скором времени может обогнать его и стать первой экономикой мира. Как же, спросите вы? Давайте разбираться! В 2021 году китайская экономика выросла на 8%, озвучило Главное статистическое управление Китая. Значение превысило целевой показатель и стало максимальным за последние 10 лет. Ранее китайские власти прогнозировали рост ВВП страны выше 6%. Согласно опубликованному документу, объем экономики Китая за 2021 год превысил 114 триллионов юаней. Обнародованный в 2021 году валовый внутренний продукт США за 2020 год сократился на 2,3% и составил 20 триллионов 900 миллионов долларов, согласно предварительным оценкам правительства. В свою очередь, ВВП Китая за тот же период вырос на 2,3%, что составило 14 триллионов 700 миллионов долларов. Это означает, что экономика КНР отставит от американской всего на 6 триллионов 200 миллионов долларов. Если валюта КНР укрепится примерно до 6 юаней за 1 доллар, Китай обгонит США на два года раньше, чем предполагалось, уже в 2026. За последние полгода юань начал расти по отношению к американскому доллару до показателей, которых не было более двух с лишним лет. По мнению аналитиков, причина сокращения разрыва в пандемии. Коронавирус, возникший в конце 2019-го в китайском городе Ухань, быстро распространился по планете и больше всего затронул США. Китаю удалось быстро взять под контроль вспышку и восстановить пошатнувшуюся экономику. Тем временем уровень безработицы в Штатах вырос до 14% и оставался выше 10% еще три месяца. Рост ВВП Китая за 2020 год в основном заслуга традиционных отраслей промышленности, а не внутреннего потребления. Экспорт китайских товаров в 2020 году вырос на 3,6%, тогда как импорт снизился на 1,1%. По мнению Брюса Пана, главы отдела стратегических исследований в China Renaissance, Китай обойдет США еще быстрее, на 3-5 лет раньше ожидаемого срока. Но более важным событием окажется момент, когда Китай превзойдет Штаты по ВВП на душу населения. На 2020 год этот показатель в КНР, где население приблизительно в 4 раза больше, составил 11 тысяч долларов, тогда как в США 63 200 долларов. Еще весной 2020-го экономический обозреватель New York Times Нил Ирвин писал, что COVID-19 ускорит перемены в глобальной экономике и изменит ее до неузнаваемости. Идея мировой экономики, в которой центральное место занимают США, уже распадается на части, а Китай не желает больше быть поставщиком дешевой рабочей силы и производственных мощностей. Сейчас по большинству показателей США все-таки остаются ведущей мировой экономикой, а Китай располагается на почетном втором месте. Указывает доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Екатерина Новикова. Такая расстановка сил складывается, например, из ВВП на душу населения, где показатель США превышает показатель Китая в 6 раз. Но по паритету покупательской способности Китай, наоборот, обогнал США уже несколько лет назад, отмечает Новикова. Доцент экономического факультета РУДН Мария Решетникова считает, что соревнования между экономиками США и Китая напоминают игру в догонялки с неопределенными правилами. По ее словам, Китай все чаще называют второй по величине экономикой мира, предрекая ему переход на позиции лидера уже к 2028 году. Ловко манипулируя такими показателями, как рост ВВП и доходов населения, Пекин достаточно успешно формируют впечатление стремительного экономического роста. Когда-то, много веков назад, Китай был крупнейшей экономикой мира. В наши дни многие аналитики прогнозируют, что через некоторое время все опять повторится. Правда, множество проблем, с которыми столкнулся этот азиатский гигант, а некоторые он создал себе сам, отсрочат тот день, когда Китай догонит США, снова заняв первое место. Все больше экономистов полагают, что день этот, быть может, никогда и не наступит. Население Китая более чем в четыре раза превышает население Соединенных Штатов Америки. Таким образом, его экономика может превзойти американскую по масштабам задолго до того, как она сравняется с ней по степени развитости. Для того, чтобы общий ВВП Китая стал самым большим в мире, его ВВП в расчете на душу населения должен достичь лишь четверти американского. В некотором смысле Китай уже удалось добиться скромного успеха. В 2016 году его ВВП превысил американский, если пересчитывать в долларах по паритету покупательной способности. Но ВВП Китая по-прежнему сильно отстает от американского при пересчете в доллары по более привычному обменному курсу, преобладающему на валютных рынках. В 2021 году китайский достиг 17,7 трлн долларов, а американский – 23 трлн долларов США. При этом экономическому росту Китая препятствовала его политика нулевой терпимости к ковиду. Эта политика подразумевает, что каждая вспышка вирусной инфекции должна сопровождаться жестким карантином. Спад конъюнктуры на рынке недвижимости, а кроме того, Китай не занимался реформированием государственных предприятий и находился в состоянии технологической войны с Соединенными Штатами. Слишком активное регулирование правительством процветающих секторов, таких как сфера высоких технологий образования, также ухудшило ситуацию. Китайская экономика выросла, достигнув впечатляющего показателя 8,1% в 2021 году, однако в нынешнем году, если ей удастся вырасти пусть даже на 3%, то и это уже будет хорошим результатом. В долгосрочной перспективе дополнительные проблемы принесет с собой старение населения Китая. По некоторым оценкам, в течение следующих 15 лет общая численность рабочей силы может сократиться на 15%. По мнению специалистов консалтинговой компании Capital Economics, ВВП Китая может приблизиться к американскому или даже превзойти его к середине 2030-х годов, но затем ему суждено снова отставать, поскольку в КНР демографический спад набирает обороты. Один из самых сложных и наиболее игнорируемых вопросов в этой дискуссии следующий. Что произойдет с обменным курсом между двумя странами и с внутренними ценами в этих странах? Товары и услуги в Китае по-прежнему значительно дешевле, чем в среднем США. Если разрыв производительности между КНР и США продолжит сокращаться, то цены также должны будут сближаться. Это будет происходить либо за счет более сильной валюты, либо за счет увеличения темпов роста инфляции. Важность этих процессов может быть велика. Так, например, согласно прогнозу Goldman Sachs в 2031 году ВВП Китая превысит 38 трлн долларов, если использовать при подсчете цены и обменные курсы 2022 года. И этого окажется вполне достаточно, чтобы экономика страны стала крупнейшей в мире. Но не весь этот подъем будет объясняться экономическим ростом. По большому счету, он также будет обусловлен повышением цен и валютного курса. По прогнозу, в 2031 году ВВП Китая в реальном исчислении увеличится примерно на 47% по сравнению с соответствующим показателем десятилетней давности. Средний темп роста менее 4% в год. Цены в Китае будут примерно на 30% выше, а обменный курс увеличится почти на 13%. Именно сочетание этих трех факторов, а не только рост, определит, станет ли Китай когда-либо бесспорным экономическим чемпионом мира в супертяжелом весе. Даже сильно углубляясь в экономику Китая, сложно сказать, будет ли она развиваться и догонит ли она США, или будет стагнировать и уподобиться Японии. Как вы думаете, какое будущее у Китая? Каковы его шансы на успех? Попробуйте предсказать будущее в комментариях. Ну а пока с вами все так же был Панкейк. Всем хорошего настроения и попутного ветра. До скорых встреч!